Украинские силовики вновь и вновь пытаются прорваться на территорию аэропорта Донецка. Сегодня группа из более чем 15 человек при поддержке двух танков попробовала зайти на территорию воздушной гавани. Военные вооруженных сил Украины хотели воспользоваться погодными условиями. Сегодня в районе аэропорта густой туман. Были встречены плотным огнем бойцов батальонов Сомали и Спарта. В результате группа была уничтожена, бронетехника также была уничтожена. В ходе боев в плен к силам ополчения ДНР попало 8 военнослужащих Украинской армии. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего пленных допросили. Группа сообщила, что командование ввело в заблуждение военнослужащих вооруженных сил Украины. Им сообщили, что аэропорт по-прежнему находится под контролем украинских военных. Только здесь они поняли, что это не так. Как вы здесь оказались? Что вам сказали? Рассказывай все подряд. Нам сказали, что мы должны поехать в аэропорт, забрать трехсотих. Мы погрузились. С нами должно ехать еще две пустые коробочки. По дороге оказалось, что пустых коробочек с нами нет. Четыре коробочки, все загруженные. По дороге мы уже узнали, что мы пойдем на ступление. Сколько служишь в армии? Ну и за что ты служишь? Помойте сюда. Это все вы сделали. А это только какая нагруза была. Хочешь я проведу в амуртик посмотрите? В глаза мне посмотри, хочешь? Ты знаешь, вчера прохватывал полтора месячных ребенок, остаться без матери, без отца. Украинская артиллерия продолжает бить по позициям бойцов Донецкой Народной Республики на территории Международного аэропорта Донецка. Часто промахивается, попадает по жилым кварталам, которые примыкают к воздушной гавани, стреляют из дальнобойной артиллерии. Используют 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки, 120-миллиметровые минометы и реактивные системы залпового огня. Град и ураган. Интенсивность артиллерийских ударов не снижается, обстановка здесь остается по-прежнему напряженной. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести из Донецка.